Здравствуйте, ребята! Начинаем урок чтения. Тема нашего урока – знакомство с рассказом Виктора Галявкина «Все куда-нибудь идут» и знакомство со стихотворением Нармурада Нарзулая «Мой край». Ребят, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? Шуршиха и Шуршонок. Мама, папа и ребёнок. Молодцы, ребята! Мы к уроку готовы. Сегодня я хочу вас познакомить с творчеством Виктора Владимировича Галявкина. Виктор Владимирович – художник и писатель. Родился 31 августа 1929 года в городе Баку в семье педагогов музыки. Окончил художественное училище в городе Душанбе с отличием. Окончил Академию художеств в Ленинграде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Удивительно! Сплошные чудеса! Болтуны! Кому что удивительно!» А сейчас приготовьте свои учебники на странице 6. Прочитаем рассказ Виктора Галявкина, который называется «Все куда-нибудь идут». Вы можете читать вместе со мной, а можете следить за моим чтением. Все готовы, ребята? Тогда начинаем. На улице играют ребята. Петя сказал «Я иду в магазин». Маша сказала «Я завтра в школу иду». Вова сказал «Я с братом в зоопарк иду». Катя сказала «А я во второй класс иду». А я спросил маленький Боря «Я никуда не иду». И Боря начал плакать. Но тут Борю позвала мама. И он сказал «А я к маме иду». И он пошел к маме. Из рассказа видно, что все куда-то идут. Кто-то идет в магазин, кто-то идет в зоопарк, кто-то идет в школу, ребята. А куда же маленький мальчик Боря? Он даже расстроился, когда он не знал, куда ему идти. Но тут позвала его мама. И мальчик Боря пошел к своей маме. Мама – самый родной, самый близкий человек. Недаром существует пословица. Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Сегодня мы с вами на уроке познакомимся со стихотворением Нормурада Нарзулаева, которое называется «Наши страны». Это стихотворение о нашей независимой республике, о нашей стране. В этом году нашей независимой стране исполнилось 29 лет. Но прежде предлагаю познакомиться с биографией Нормурада Нарзулаева. Нормурад Нарзулаев – народный поэт Узбекистана. Родился 7 июля 1934 года в селе Худжахайрон, район Казби, Кашкадаринская область, в интеллигентной семье. Получил 7-летнее образование в сельской школе и в 1948 году поступил в педагогическое образовательное учреждение «Каши». В 1954 году начал публиковать свои первые стихи. Через 10 лет в издательстве «Литература и искусство» имени Гафура Гуляма был опубликован первый сборник стихотворений «Суюнче». В 1956 году окончил с отличием факультет языка и литературы Самаркандского государственного педагогического института. Поэт-переводчик Нормурад Нарзулаев начал свою творческую деятельность с 1954 года. Стихи Нормурада Нарзулаева переведены на английский, испанский, французский, немецкий, чешский, польский, вьетнамский, турецкий, индийский языки. Он удостоен награды Организации молодежи Узбекистана. Нормураду Нарзулаеву присвоены почетные звания заслуженный деятель культуры Республики Узбекистан, отличник народного просвещения Узбекистана, а в 1998 году он был награжден медалью Шухрат. Итак, давайте с вами познакомимся со стихотворением Нормурада Нарзулаева «Мой край». Приготовились? Вместе прочитаем. На свете много разных стран, Одна другой милей и краше, А я влюблен в Узбекистан, И солнце пламенное наше. Мне сердце говорит, спеши, Раскрой друзьям души объятья, И я дарю тепло души, Зову вас в гости в город мой, Ташкент, цветущая страсть, Природой вели на самой, Здесь ста народам подружиться. В Узбекистане в дружбе и согласии живут более 130 народностей. Ребят, скажите мне, пожалуйста, Что прославляет в стихотворении? Ну, конечно же, автор прославляет наш родной, Любимый Узбекистан. Сегодня на уроке, ребята, Мы познакомились с творчеством Виктора Галявкина, С его рассказом все куда-нибудь идут. Познакомились с творчеством Нормурада Нарзулаева И его стихотворением «Мой край». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы, как цветы, дети земли, Счастьем наполнен этот мир большой. Любим играть, танцевать, А улыбкой зажигать. Пусть будет мир у нас всегда, И вокруг друзья, Дружбы мы умеем нашли. Учиться будем мы на пять, Хотим о мире больше знать, И космос будем покорять. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а теперь пришло время Записать домашнее задание. Записываем. Страницы 6, 7 Выразительно читать. На этом урок окончен. Молодцы, ребята. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Начинаем урок русского языка. Но вначале мы с вами настроимся на работу. Быстренько проверь, дружок. Ты готов начать урок? Все ли на месте? В порядке? Ручка, книжка и тетрадки. Все ли правильно сидят? Все ли внимательно глядят? Каждый хочет получить только лишь оценку 5. По традиции, начнем наш урок с проверки домашнего задания. На дом вам было дано упражнение 10. В этом упражнении вам необходимо было определить границы предложений и озаглавить текст. Я озаглавила текст вот так. Крот в гостях у дюймовочки. Проверим, как вы выполнили домашнее задание. Это отрывок из сказки «Дюймовочка». Молодцы, ребята. Проверяем второе предложение. Какой он был важный? В конце этого предложения мы поставили восклицательный знак, потому что это предложение выражает чувство восхищения. Читаем следующее предложение. Шуба на нем была бархатная и очень красивая. Предложение закончилось, поставили точку. Следующее предложение пишем с прописной буквы. Крот терпеть не мог солнца. Следующее предложение. Он не видел его. Точка. Новое предложение. Вошла дюймовочка. Предложение закончилось. Следующее предложение. Ее закончилось петь для важного гостя. Она спела две песни. И последнее предложение. И последнее предложение. Крот сразу полюбил дюймовочку. Я думаю, с домашним заданием вы все справились легко. А теперь минутка чистописания. Приготовьте, пожалуйста, свои тетради. Расположите их правильно на парте. Правильно держите ручку. Выпрямите спинку. Предлагаю вам пары, которые состоят из букв. Напишите так же, как у меня. Зеленым и синим цветом. Первая буква прописная. Остальные строчные. Пишем. Пишем красиво, аккуратно, стараемся. Записывайте точно так же, как у меня. Записали? А теперь предлагаю вам устно соединить буквы синего цвета друг с другом. Соединили? Какое слово у вас получилось? Правильно, получилось слово «предложение». И тема нашего урока, ребята, «предложение». Знаки припинания в конце предложения. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, какие бывают предложения по цели высказывания и интонации. И знаки припинания ставятся в конце предложения. Выберите из данных записей предложение. Первая запись. Наступила золотая осень. Вторая. Туча на появилось небе. Читаем третью запись. Яркое солнце светит на небе и греет землю. Выберите из трёх этих записей предложение. Выбрали? Ну, конечно же, это первая и третья записи. А мы помним, что предложение – это одно или несколько слов. Мысль. Молодцы, ребята. Правила мы с вами вспомнили. Посмотрите внимательно, какая ненастная погода за окном. Но мы можем исправить положение. Для этого вам нужно выполнить следующее задание. Перед вами даны слова. На солнце сияет небе ласковое. Вам необходимо с помощью этих слов предложение. И тогда погода изменится. А ну-ка попробуйте. Составили? Давайте проверим, что же у нас получилось. На небе сияет ласковое солнце. Молодцы, какое красивое предложение. И посмотрите, как изменилась погода у нас на уроке. Вот на такой позитивной ноте мы с вами, ребята, продолжим. Я знаю, что все любят сказки. Особенно сказки Корнея Ивановича Чуковского, да? Помните его знаменитый телефон? Все, наверное, знают наизусть, да? Давайте прочитаем отрывок из этой сказки. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? Отв***ь. Что вам надо? Шоколада. Знакомые строчки, да, ребята? Еще один отрывок предлагаю прочитать. Беда, беда, бегите с вами. На письме показывают, насколько наша речь может быть выразительной. Если в предложении просто о чем-то сообщается, ставится точка. Если предложение содержит вопрос, ставится вопросительный знак. А если предложение сказано с сильным чувством, то ставится восклицательный знак, ребята. Сейчас я вам предлагаю отгадать загадки на знаки препинания. Вы готовы? Итак, первая загадка. Бурным чувством нет конца. Пылкий нрав у молодца. Какой это знак, ребята? Догадались? Ну, конечно же, это восклицательный знак. Будьте внимательны, мы продолжаем. Вечно думая над смыслом, изогнулся коромыслом. Какой это, ребята, знак? Вопрос. А по интонации предложения бывают восклицательные и невосклицательные. Давайте посмотрим пример. Предложение. Мир изменился. По цели высказывания данное предложение повествовательное. Второе предложение. Солнышко садится. Это предложение содержит вопрос. Это предложение по цели высказывания вопросительное. Ну и, наконец, предложение. Будьте здоровы. Это предложение побудите. А по интонации, ребята, предложения бывают восклицательными и невосклицательными. Восклицательные предложения выражают бурное сильное чувство. Например, предложение. Какой вкусный торт. Правила мы сегодня повторили. А теперь пришло время поработать по учебнику. Страница 8, упражнение 12. Что же нам нужно сделать в этом упражнении? Составить из слов предложения. Записать их. В конце каждого предложения поставить необходимый знак припинания. Точку. Восклицательный знак или вопросительный знак. Задание понятно? Тогда открываем тетради. Пишем. Пишем. 12. И составляем первое предложение. Максут рисовал вальбор. В конце этого предложения поставили тетради. По цели высказывания повествовательное. Записали. Составляем второе предложение. Появилась радуга. Ребят, это предложение содержит вопрос. Значит, предложение по цели высказывания вопросительное. В конце предложения ставим вопросительный знак. В конце этого предложения мы поставили восклицательный знак. По интонации данное предложение будет восклицательным. Запишите эти предложения красиво, аккуратно, в свою тетрадь, ребята. Записали? Продолжаем работу. Следующее упражнение, номер 13, мы выполним устно. В этом упражнение нам необходимо прочитать предложение выразительно. Обратите внимание на знаки припинания в конце предложений. Приготовились? Читаем первое предложение. В сентябре началось великое переселение птиц. В конце этого предложения стоит точка. Это предложение по цели высказывания повествовательное. В этом предложении просто о чём-то сообщается. Второе предложение. Каждый день отправляются в путь крылатые странники. Это предложение тоже по цели высказывания повествовательное. Поэтому в конце стоит точка. Следующее предложение. Летят они с долгими остановками. Тоже повествовательное предложение. Ну и последнее предложение. Видно, не хотят с родиной. Это предложение по интонации восклицательное. Поэтому в конце этого предложения стоит восклицательный знак. Ну а теперь подведём итоги урока. Первый вопрос. Что же такое предложение, ребята? Вспомнили? Предложение – это слово или несколько слов, связанных между собой по смыслу и грамматически. Какие бывают предложения по интонации? Помните? Восклицательные и невосклицательные. Какие бывают предложения по цели высказывания? А по цели высказывания они бывают повествовательными, побудительными и вопросительными. Какие знаки препинания ставятся в конце повествовательных предложений? Помните, ребята? Правильно, конечно же. Ставим точку. Какие знаки препинания ставятся в конце повествовательных предложений? Помните? Либо это точка, либо восклицательный знак. Какие знаки препинания ставятся в конце вопросительных предложений? Ставится вопросительный знак. Правила мы сегодня повторили. Упражнения мы с вами выполнили. Пришло время записать упражнение 14. И выучить правила на страницах 8 и 9. Итак, что нужно сделать в домашнем задании? Поставить знаки препинания в конце предложения, то есть определить границы предложений и посчитать, сколько у вас получилось предложений. Ну и, конечно же, переписать упражнение. На сегодня, ребята, урок окончен. До свидания, до новых встреч! Здравствуйте, ребята! Начинаем урок математики. А тема нашего урока – решение 96-44. Урок, ребята, с математической разминки. Все готовы к уроку? Тогда начинаем! Птичек – дружная семья. Три веселых воробья. Три вороны. Три сороки черно-белых белобойки. Три стрижа и дятлов – три. Сколько всех их? Назови. Ребята, внимательно посчитайте, сколько же. Посчитали? Молодцы! Пятнадцать птиц. Продолжаем урок. Сегодня на уроке мы с вами обязательно проверим домашнее задание. Поиграем в игру «Собери поезд». Познакомимся с новой темой, решим примеры и задачи, и обязательно вы получите домашнее задание. По традиции урок начнем с проверки домашнего задания. Страница 7, задание номер 5. Найдите сумму и разность чисел 70 и 30, 60 и 20. Итак, из 70 вычесть 30, получаем 40. 70 плюс 30 – 100. Из 70 вычитаем 20, получаем 40. И сумма чисел 60 и 20 равна 80. Продолжаем проверку домашнего задания. 37 плюс 12 равно 49. 37 минус 12 – 25. 28 плюс 11 – 39. 67 плюс 22 – 89. 67 минус 22 – 45. 46 плюс 13 равно 59. 57 минус 32 – 20. 57 плюс 32 – 89. 76 минус 22 равно 54. 25 плюс 14 – 39. 20 минус 14 – 11. И 36 плюс 13 получили 49. Домашнее задание мы проверили. Я думаю, вы с ним справились. Ну а сейчас вам предлагаю игру, которая называется «Составьте поезд». Вам необходимо расположить вагоны по порядку от 1 до 5. Готовы, ребята? Итак, первый вагон. Посчитаем результат. 47 минус 42. Получаем 5. Значит, этот вагон располагается на последнем месте. Второй вагон. 19 плюс 18. Результат равен 1. Мы его располагаем на первом месте. Продолжаем считать дальше. 11 минус 9. Результат равен 2. Значит, мы его располагаем на втором месте. Следующий вагон. Из 12 вычитаем 8. Получаем, правильно, 4. Значит, мы его располагаем на предпоследнем месте. И, наконец, из 15 вычитаем 12. Получаем 3. И располагаем данные на третьем месте. Молодцы, ребята. Продолжаем играть. Расположить вагоны по порядку от 6 до 10. Готовы? Будьте внимательны. Из 100 вычитаем 90. Результат равен 10. Располагаем его на последнем месте. Следующий вагон. Из 16 вычитаем 10. Получаем, правильно, 6. Располагаем вагон на первом месте. Следующий вагон. Из 57 вычитаем 50. Получаем 7. Располагаем его на втором месте после 6. Следующий вагон. Из 49 вычитаем 40. Ответ равен, правильно, 9. Располагаем его на предпоследнем месте. Следующий вагон. Из 38 вычитаем 30. Результат равен 8. Все вагоны мы расположили верно. Продолжаем работу. Перед вами необходимо вместо звездочек поставить нужные знаки. Плюс или минус. Работу выполняем устно. Итак, первый пример. Подумайте, какие знаки нужно здесь поставить. Первый знак плюс, второй знак минус. Что мы получаем? 36 плюс 2 мы получаем 38. Из 38 мы вычитаем, у нас получается 30. Разбираем второй пример. Ставим знак плюс. И знак, еще один знак плюс. Складываем 63 плюс 7. Мы получаем 70. К 70 прибавляем 23. Получаем 93. Следующий пример. Складываем 72 и 6. Получаем 78. Из 78 вычитаем 40. Остается 38. Ну и последний пример. Вычитаем из 58 5. Получаем 53. Из 53 вычитаем 3. Остается 50. Молодцы, ребята. Ну а теперь пришло время познакомиться с новой темой. Перед нами пример 96 минус 44. Есть два способа решения данного примера. Вы выявите тот, который будет вам удобен. Итак, разбираем первый способ. Число 96, ребята, состоит из 9 десятков и 6 единиц. А число 44 состоит из 4 десятков и 4 единиц. Что мы делаем? Мы из единиц вычитаем единицы. Из десятков вычитаем десятки. Что у нас получается? 6 единиц минус 4 единицы. У нас 2 единицы получается. Из 9 десятков мы вычитаем 4 десятка. Получается 5 десятков. Данные результаты мы складываем и получаем 52. Это первый способ решения примера. Предлагаем еще один способ решения примера. Из 96 мы вычитаем 4 десятка и у нас получается 56. Из 56 мы вычитаем 4 единицы и у нас остается 52. Ну а теперь продолжаем работу. Выполним задание по учебнику. Страница 8, задача номер 2. Внимание, читаем задачу. Масса ящика с гранатами равна 12 килограммам. А с виноградом 2 килограмма меньше. Чему равна масса ящика с виноградом? Задачу мы с вами прочитали, а теперь составим кратку. Пойдем, опорные слова. Масса ящика с гранатами весит 12 килограмм. Масса ящика с виноградом неизвестна, но сказано, что на 2 килограмма меньше. Итак, в этой задаче, ребята, у нас один знак вопроса. Значит, данная задача решается в одно действие. На 2 килограмма меньше. Что же это значит? А это значит, что задача решается на вычитание. Для решения энергии... И у нас остается 10 килограммов. Записываем ответ. 10 килограммов масса ящика с виноградом. Справились с задачей? Молодцы! А теперь продолжаем работу по учебнику. Примеры номер 3 на странице 8. Приготовились? Вместе решать примеры. Складываем. 87 и 12. Результат равен 99. Из 38 вычитаем 24. Получаем 14. 26 плюс 13. Получаем правильно 39. Из... К 40 прибавляем 28. Результат равен 68. Из 58 вычитаем 32. Сколько получаем, ребята? 26. 46 плюс 21. Посчитали? 67. Из 46 вычитаем 24. Посчитали? Сколько получили? Ну, конечно же, 22. Примеры, ребята, мы тоже с вами решили. А сейчас выполним задание номер 4 на странице 8. Посмотрите внимательно на это задание. Нам необходимо расположить числа, данные в этом задании, в порядке возрастания. То есть от самого маленького числа до самого большого. Итак, перед нами числа 30, 10, 70, 100, 90, 60. Второе, правильно, 20, третье, 30. Правильно, ребята. Четвертое, ну вы уже догадались, конечно же, 40. Пятое, 50. Следующее, 60, правильно, далее, 70, можно хором вместе, 80, 90, 100. Молодцы, ребята, вы очень хорошо поработали. А мы с вами продолжаем. Задание 5 на той же странице 8. Найдите разность чисел. Итак, первый пример. Из 38 вычитаем 30. Второй. Из 80 вычитаем 50. Из 47 вычитаем 22. И из 59 вычитаем 36. Вы уже посчитали? Давайте вместе считать. 38 минус 30. Правильно, 8. Из 80 вычесть 50. 30. Из 47 вычесть 22. 25. Ну и, наконец, из 59 вычесть 36. 23. Замечательно, ребята, молодцы. Вы сегодня все очень хорошо поработали. Мы познакомились с темой, повторили правила, порешали задачи и примеры. Ну, а пришло время записать домашнее задание. Запишите, пожалуйста, страница 9, номера 6 и 7. Обратите внимание на номер 6. Для каждого числа назовите предыдущие и последующие числа. Перед нами число 29. Какое число стоит перед числом 29? Да, 28. А какое число стоит после 29? Правильно, 30. Вот по такой аналогии выполните и следующее задание. Обратите внимание на номер 7. В этом номере есть примеры со скобками. А вы помните, что первое действие мы всегда выполняем где? Конечно же, в скобках. Я думаю, с домашним заданием вы справитесь легко. Мы сегодня очень хорошо поработали. Я вами очень довольна. До свидания, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...